Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, вручили до тускового пояса. Изопринято, уезжаем. За минувшие сутки в городе произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека. Одно из них зарегистрировано в 7.30 вечера на улице Желтоксана, далеко от Старого кладбища. Здесь в аварии пострадали автомашины Киа и Митсубиси. Как рассказали очевидцы, Киа с астанинскими номерами двигалась по улице Желтоксан в сторону улицы Адербекова, а Митсубиси ей навстречу. В центре дороги джип резко взял вправо, и Киа, водитель которой не успел среагировать на этот маневр, врезалась в заднюю часть Митсубиси. От удара джип развернулся посреди дороги и въехал в кювет. В результате ДТП травму получил один человек. Его врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. На место дорожно-транспортного происшествия спустя полчаса приехали сотрудники дорожно-патрульной полиции. Автомашина Киа получила серьезные повреждения и двигаться своим ходом не могла. Чтобы вывезти ее с места ДТП, полицейским пришлось привлекать эвакуатор. Сейчас дознаватели административной полиции выясняют, кто виноват в этом дорожно-транспортном происшествии. Еще одно серьезное ДТП произошло вечером примерно в 10.30 на пересечении проспекта Рыскулова и Бауржана-Мамушулы, недалеко от автовокзала Самал. Здесь столкнулись автомашины Мерседес и Тойота. От сильного удара Тойота вылетела на обочину и едва не врезалась в здание аптеки. Как рассказали свидетели, Мерседес ехал со стороны отделения Тельмана по Рыскулова от Тойота ей навстречу. В районе базара Самал Мерседес стал поворачивать налево, не пропустив двигавшуюся прямо японскую автомашину. В момент столкновения на перекрестке светофоры не работали. В результате аварии травму получил водитель Мерседеса, которого госпитализировали врачи скорой медицинской помощи. Обе автомашины получили серьезный материальный ущерб. Кто его возместить, сейчас выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. Сотрудники Махтаральского УРВД раскрыли очередной факт незаконного оборота наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они задержали 26-летнего жителя района, у которого при обыске был обнаружен пакет с зеленым веществом растительного происхождения. Как позже выяснила судебно-криминалистическая экспертиза, это был кокнар весом более 200 грамм. Сейчас задержан и заключен в изолятор временного содержания. По факту незаконного распространения наркотиков возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.